Четверть миллиона человек. Столько по разным оценкам покинуло Россию с 21 сентября. Самый большой поток пришелся на Казахстан, куда въехало более 100 тысяч россиян лишь за первую неделю мобилизации. Как итог, очереди на регистрацию, колоссальный рост цен на жилье и авиабилеты. Эти и другие факторы вызывают недовольство казахстанцев, рассказала ДВ жительница Алматы Эль Карманова. Проблема, которую я сейчас наблюдаю в Казнете и очень сильно пушат меня, например, мои хорошие друзья и товарищи, зачем им помогать? То есть это такая история, пускай они идут и свергают власть в своей стране, пускай они что-то делают и так далее. Нужно понимать контекст именно Казахстана, что во время вот этих переселений народности в советское время Казахстан, казахстанская земля принимала и чеченцев, и корейцев. Их просто выгружали в степи, даже было там, допустим, зимой, в морозы и оставляли. И поэтому у нас есть вот эта история, что закон степи не позволяет нам оставлять людей. Законом степи руководствуется и Монголия. С 21 сентября к границу через порт Алтан-Булак пересекли более 6 тысяч россиян. Местные власти пообещали выдавать россиянам вид на жительство по упрощенной схеме. Молодые мужчины, скрывающиеся от мобилизации, опасаются дальнейших преследований на родине. Ну, лично я уехал из этой страны, потому что я не хочу убивать людей. Для меня было очень сложно оставить свою жизнь, которая была там, дом, родину, родных. Но лучше так, чем убивать людей. Я сначала, в принципе, думал, что понимаю, что происходит в стране. Но после некоторых действий властей, которые, в принципе, противоречат друг другу, противоречат высказываниям, которые делались раньше, я понял, что я не могу доверять. В отличие от азиатских соседей, приграничные страны Европы практически окончательно закрылись для россиян. С 30 сентября Финляндия больше не пускает страну по туристическим визам. Тем не менее, с 21 сентября границы успели перейти более 40 тысяч россиян. 74 человека уже попросили политическое убежище. Ну, я, конечно, против закрытия границ, потому что все-таки Финляндия для нас – это самая ближайшая Европа. И многие люди будут просто, многие сознательные люди и здравомыслящие будут просто лишены возможности сбежать из этого Мордора. И так-то мы были, в общем, за занавесом. Но теперь еще больше занавес будет. Жутко неприятно. Настороженное отношение финнов к россиянам вызвано несколькими факторами. Об этом ДВ рассказала координатор проекта Фонда культуры Полина Копылова. Встал вопрос о том, да, почему молодые мужчины бегут. Особенно на контрасте с тем, что из Украины ехали семьи, женщины, дети, пожилые люди. То есть, собственно говоря, именно те, кто и как ожидается больше всего страдает от войны. Есть еще один аспект. Это где-то уже с 2014 года существующее опасение так называемых гибридных действий. Все ли эти молодые мужчины действительно бегут от мобилизации и не является ли какая-то часть их на самом деле мобилизованными на задании. Миграционного кризиса опасаются и в Турции. Страна, которая приняла из-за войны в Сирии более 3,5 миллионов беженцев, сегодня страдает от высокой инфляции. Приток платежеспособных россиян может усилить ценовой виток и неоднозначно воспринимается в обществе. Чувствуется на жилье. И это самый ключевой момент, потому что в Стамбуле, в больших городах, вопрос «живем», он не решен. Большинство жителей снимает квартиру. И так как новые квартиры, которые поступляют, их мало, очень много требований, соответственно, хозяева назначают новые цены. Допустим, если мы в прошлом году снимали, условно говоря, за 150 долларов, эта же квартира уже стоит примерно, если сравнить по курсу, это в два раза больше получается. И среднестатистическому гражданину Турции он не может себе позволить снимать за такую сумму. В стране заметно усиливается социальная напряженность. Турки все больше выражают недовольство властями из-за отсутствия миграционного контроля. Ведь страна приняла в последние несколько лет не только сирийцев, но и афганцев, и пакистанцев. И прием россиян переполняет чашу терпения.